Привет, друзья! Потрясающий оказывается проект века. Миллионы людей, 130 стран, по-моему, они собрались. Это удивительная штука. Я потом поставлю там ссылочку, вы все посмотрите. Вот кусочек, послушайте, маленький кусочек оттуда, я прямо совмещаю два экрана. Я точно согласен с вами, что успех – это не доминирование над другими. Успех – это участие в распознавании и понимании Божьей истины. С огромной честью я хочу поприветствовать нашего следующего спикта. Сейчас скажу, что это такое. Священство – епископ Израильской, Палестинской, Англиканской Церкви Раух Абу-эль-Ассаль. Его светлость, Абу-эль-Ассаль, служил 13-м англиканским епископом Иерусалима и главой епископальной церкви в Иерусалиме и на Ближнем Востоке. Позвольте мне начать с приветствия вам, салам, с миром, из города Назарета, города Благовещения, родного города Иисуса. Я обращаюсь к вам не только как представитель церкви, но и как епископ Англиканской Церкви в Иерусалиме на Ближнем Востоке. 13-й англиканский епископ, я обращаюсь к вам так же как араб, палестинец, христианин, англиканец и израильтянин. Бог вне религии. Бог – это глубина моего существа. Бог – это глубина вашего существа. Все мы были созданы по прекрасному образу всемогущего Бога. И мы были уполномочены этой миссией сохранять и продолжать украшать образ, созданный Богом в каждом из нас. Каждый из нас, независимо от цвета кожи, вероисповедания, пола, национальности. И у каждого из нас есть частичка этого Святого Духа, Всемогущего Бога. Пока люди продолжают придерживаться буквы, а не духа того, что упоминается в наших религиозных книгах, Не смысл, а буквы, да. У человечества нет надежды. Так. О чем мы и говорим в науке человечества. Так, слушайте внимательно. Это потрясающе. Духа идеи. А не продолжать придерживаться буквы, которая убивает. И это то, что происходит, когда люди оказываются заключены в тюрьмы институционализированных религиозных книгах. Институции, институции. Вне зависимости от того, что это за религия. Бог вне религии. Бог вне института той или иной религии. Бога нельзя структурировать в рамках наших собственных институтов. Люди, которые по-прежнему находятся в заключении в религиозных учреждениях, могут очень мало способствовать сосуществованию в этом мире. Институционализированные религии в свое время сделали многое для войн в истории человечества. В наши дни много ненависти и сомнений в том, кем является другой человек. Люди либо сомневаются, либо не готовы признать инаковость, которая есть в другом. И это подводит меня к вопросу о том, как нам объединить сообщество во всем мире в одно. 130 стран выступают в христианской вере, где Библия, Новый Завет, Евангелие говорят, Бог любит весь мир. Бог не любит определенную общину. Он не выделял определенную нацию. Бог является Отцом всего сущего. Я в это верю. Бог хочет, чтобы мы стали единым целым, чтобы мы стали едины под Его опекой и под Его руководством, и под Его милосердной и щедрой любовью. Вообще-то речь идет о чем? Сотни стран соединялись, оттуда представители. Там священники, мулы, там люди христиане, там люди иудеи, там люди, они выступают, там доктора, епископ выступают. Называется она, о чем мечтали пророки? О том, что по существу мы потеряли сам смысл, о чем нам говорили пророки, о чем говорил Христос тоже, о чем говорил Мухаммед, о чем говорил Моисея. Мы потеряли этот смысл, потому что буква, о которой он говорит, ну, то, о чем я все время говорю, там у нас, когда мы говорим о науке человечности, что надо ее создавать, они еще до этого не дошли. Это март, март 2021 года. Это всемирная конференция, это проект века, это люди, которые неравнодушны, все собрались, я вам сейчас ссылку скину. Это мой друг Сулейман, который ведет Право ТВ, Право ТВ, где я там веду рубрику психология, медицина. Он мне прислал ознакомиться. Я просто был потрясен. Он, слушай, то, что мы делаем вот уже несколько лет, оказывается, оказывается, уже к этому почти подошли, уже к этому почти подошли. Просто они там еще не сформулировали, что надо науку человечности создавать, но там они уже сформулировали, что эти главные качества, эти главные качества, даже слово есть, и чувство бесценности живого, даже это, любовь, вот это вот чувство, о чем я все время говорю, вот перечисление этих человеческих качеств, там об этом сказали, это же вообще фантастика, да, что сегодня происходит, оказывается. Вот что такое пандемия, которая показала, что все институты, которые созданы, они по существу давно ушли от поиска правды, они вообще давно ушли, потому что человек борется за успех, борется за деньги, борется за власть над кем-то, если они говорят там все об этом, гораздо грамотнее, чем я говорят, но в принципе они уже почти подошли к тому, что мы уже делаем, мы уже создаем науку человечности, они говорят, надо взяться за руки всем, которые хотят жизни, чтобы жизнь была светлая, о чем мечтали пророки, они об этом говорят, они говорят о том, что на самом деле говорили пророки, и что потом исказили тысячи-тысячи разных толкователей. Я же тоже об этом говорил, я говорил о том, что человек, который видит мир шире, который видит масштабнее, который говорит, что нормальность – это болеть не только о себе, но и о ближнем, я о человечестве, и чем шире масштаб человека, тем обо всем человечестве болеть. Они же сказали, что это же по существу, это то, о чем говорили пророки, вы представляете, да? А вот по мере того, как идет трансляция духа этой идеи, поэтому в конечном счете там до последнего там ученика доходит в искаженном виде, остается в виде там буквы, ну, короче, ритуала, бряда, сам смысл вылучивается, и поэтому человечность исчезает, расчеловечения происходит. Я вам сейчас дам ссылку, друзья, вы посмотрите, это глобальный проект, глобальный проект, и вы посмотрите, сколько там людей, и как они уже организовались. Это потрясающе. Это просто, вот ты представляешь, я, Сулейман, тебе огромное спасибо, ей-богу, да? Я же просто мог не увидеть, сейчас же интернет вообще, такие вещи в мире происходят. Ну, давайте, до встречи.